Добрый день! Сегодня я пеку хлеб. Пеку хлеб как бы вдруг, не запланированно, а потому что я буду печь печенье и духовка у меня будет включена. Так зачем же пропадать энергию, когда печенье будет печься всего-то 10 минут, 10-11 минут. Ну и я решила замесить тесто. Раньше у нас в городе продавался хлеб железнодорожный. Он был очень вкусный. Вкус, как говорится, на вкус и цвет товарища нет, но многие его любили у нас в городе. Я много интересовалась и выяснила, как его надо печь. И вот сегодня вы это увидите. Не буду я использовать закваску. Я буду печь на сухих дрожжах, потому что на закваске я должна была бы сделать тесто еще вчера. Ну а посетила меня эта идея недавно. Духовка будет готова через часа 4-5, вот так наверное. Вот, значит нам понадобится полторы ложки дрожжей, пол чайной ложки соли, 250 грамм муки и стакан воды. Все. Ну и спатула или ложка. Руками мы месить тесто не будем. Просто вот так размешаем ложкой. Займет это немного времени. Я муку высвешивала, поэтому у меня весы были и вода тоже, кстати. Ну вот теперь идет процесс замеса. Естественно, раньше, наверное, машины это все делали и выпекался хлеб в каменных печах. У меня дома такой печи, естественно, нет. Я буду печь в духовке. Ну посмотрим, что получится. Но замес был именно такой. Вот я интересовалась, мне сказали, что замешивали тесто еще с вечера, вот такое жиденькое. Один раз его как бы еще раз смешали спустя там пару часов и потом оставляли это все на противень. Выливалось на противень и оставлялось вот так жидкое, жидкое тесто. Посыпалось сверху мукой, сверху и снизу. Обильно посыпалось мукой и все это оставалось до тех пор, пока утром работники приходили в цех и уже ставили этот хлеб выпекать. Не дотрагивались уже до него. В смысле, руками тесто никто не месил. Не из-за того, что есть машина, машина месила. Машина месила, потому что его было много. А просто это тесто не месит долго, нудно, вот как обычно мы месим для хлеба минут 10, на машинке 7 минут, руками 10-15 минут, в зависимости от того, какой это хлеб. Здесь же это процедура как бы в минусе. Все. Тесто мы, сказать замесить даже, язык не поворачивается. Намешали, скажем так. Накрываю я это все стрейджем и оставляю прямо на столе. Никакого теплого места, никакой влаги, никакого, как говорится, холодильника. Вот на столе оно у меня через 40 минут поднялось вот такое. Ну-ка, конечно, поднимите там полторы ложки дрожжей, скажете вы. Я тоже скажу точно так же. Открываю стрейджем, кислым не пахнет. Сейчас я чуть-чуть подсыплю сюда муки и с потолой буду складывать это тесто. Немного. В смысле, его надо смять и чуть-чуть выпустить в воздух, чтобы оно опять подходило. Вот, как видите, я чуть-чуть посыпала мукой. Здесь, наверное, одна столовая ложка и то не с горкой. И, опять же, вот так вот складываю я этот хлеб, имитируя машину. Если бы я начала бы месить все это руками, я бы по локти была бы в тесте, потому что оно настолько жидкое. Или же мне пришлось бы его месить очень долго, пока оно будет отставать у меня от руки. Ну, сейчас вы увидите, оно будет отставать от лопаты, ну, скажете, силиконовая лопата. Да, с обычной ложкой бывает то же самое. Второй раз вы увидите, я буду делать специально ложкой, чтобы было видно. Всё. Опять оставляем тесто, накрою я его стрейджем и оставлю. До тех пор, пока оно опять поднимется. Это может быть и 40 минут, и 30 минут, и 50 минут. Ну, в зависимости, как себя поведёт тесто. Прямо на столе, опять не укрываю, ни в духовке, ни в микроволновке, нигде. Просто ждём. Тесто подошло. Теперь я стала, решила всё-таки я руками посмотреть, как же это тесто себя видело. Вот. Тесто очень приятное. Сильно не пристаёт к рукам. Пристаёт, конечно, но не сильно. И опять же, я её вот так вот по чуть-чуть складываю. Если, конечно, я его достану и буду на столе его складывать, это будет, конечно, не то для меня. Оно обязательно прилипнет к столу, потому что оно липучее. Всё, сложила я его второй раз. И дальше я его могу переложить уже куда-нибудь, или на бумагу, или на полотенце, обильно посыпанной мукой. Думаю, это будет самый-самый правильный выбор. Вот я взяла бумагу пекарскую, насыпала туда муки. Да, когда вы будете задумываться печь, не верите только в 250 грамм муки. Конечно же, вам придётся ещё использовать для посыпки, для обваливания. Так что муки придётся взять грамм. 350, а может и 400. Вот, теперь тесто у нас уже, как говорится, на такой мягкой подушке. И само оно очень мягкое, приятное. Мука у меня здесь первого сорта. Не белая мука, учтите это, не белая мука. Это мука первого сорта, для хлеба. Вот, теперь оно у нас, как бы, обволакивается мукой, со всех сторон. И, опять же, мы его можем оставить, укрыть полотенцем. Пусть оно себе постоит. Но я его растяну чуть-чуть. Я хочу всё-таки почувствовать, какое оно. Оно мягкое. Получится хлеб не больше, чем полкилограмма. Поэтому я сейчас ещё раз тесто это сложу всё-таки. Руки так и хотят сложить это тесто. Он очень хорошо тянется. Уже почти готово. Это знак того, что тесто готово. Уже не надо его держать. Его просто надо уже выложить в ту ёмкость, где она будет печься. Но дело в том, что этот хлеб надо печь в очень горячей духовке. И сразу же ложить его на горячий противень. Поэтому у меня вопрос самой себе. Как же я это всё сделаю? Ну и решила я его, опять же, смять. Немножко добавить муки, чтобы за то время, что оно будет стоять, чтобы оно не прокисло, не пахло кислым. Ему не нужен кислый хлеб. Из-за чего я не стала делать его на закваске. Всё-таки согласитесь со мной, на закваске хлеб получается не такой. Он вкусный, он полезный. Он, как говорится, остаётся долго. С ним ничего не случается. Он не плесневеет. Он внутри не становится влажным. Сколько бы вы его не держали. Но в то же время, он чуть-чуть пахнет кислым. Вот моё тесто ещё постояло в полотенце. У меня его выложила в полотенце. И оно тут постояло. Я его просто укрыла. Полотенце было чуть-чуть влажное. Я его увлажнила. Ну и вот результат. Вы видите, какой. Опять же, тесто поднялось. Теперь уже, я думаю, пора его перекладывать на горячий противень. Духовка у меня уже включена. Печенье я уже спекла. Духовка горячая. И тесто моё тоже почти готовое. Поэтому я сейчас придам ему форму. И унесу его в духовку. Сейчас я придам ему форму. Чуть-чуть натрежу ножиком. Не хочу, чтобы середина оставалась сырая. Печь я буду минут 30-35 при температуре 200 градусов. И в то же время обязательно в духовку помещу посуду с водой. Чтобы там получился пар. Посмотрим, как спечётся мой хлеб. Помню в детстве, когда проезжали мимо железнодорожного вокзала, там в углу был магазин. И там покупали вот этот хлеб. Но он не был 300 грамм, не был полкило. Хлеб сам весил где-то 4-4,5 килограмма. И вот его обычно резали вот так на 4 части, на 5. Ну, кто сколько хотел. Кто хотел килограмм, отрезали килограмм. И стояли весы. Всегда взвешивали на нём этот хлеб. Бомба вкусный. Чуть-чуть такой подсоленный. Прямо доезжая до дома, успевали объесть все. Там даже краешка такого много не было, потому что его уже резали. Вот я на бумаге прям перетаскиваю моё тесто на горячий противень. Противень уже горячий. И сейчас буду выпекать. Я повторюсь, выпекать я буду 30 минут. Конечно, если хлеба здесь было бы больше, тесто, килограмм или два, я бы выпекала дольше. Всё зависит от веса. Полкило, значит 30 минут. Килограмм, значит час. Вот так. Идём в духовку. И для вас эти 30 минут пройдут очень быстро. Мы уже выходим из духовки. И я вам покажу, какой получился хлеб. Чуть-чуть терпения. Вот так. Он у меня уже чуть-чуть. Я его накрыла полотенцем, чтобы он пришёл в себя. Теперь хочу вот с этого надреза прямо отрезать и показать вам, какой же он получился. Конечно, он далеко по виду не похож на железнодорожный хлеб. Но, если бы здесь было бы 2 килограмма, и именно вот в той, по сути, в той противне я бы спекла, было бы точно такое же. Вот смотрите, какой он стал у нас. Это всё-таки не белый хлеб, а первого сорта. Такой же мягкий. Когда нажимаешь на него, он, как говорится, у него есть отдача. Я, как видите, разрезала его полностью. Даже вдоль. Попробовала сейчас на вкус. Мало соли. Это есть. Ну, а вот такой бутербродик. Прямо сразу, с пылу жару, с сыром, с помидором и с зеленью. Это самое вкусное, наверное, что есть для моей внучки. Ну, что ж. Готовьте и вы. Я всё-таки советую. Очень удобно. Не надо долго месить тесто. Просто перекладывайте оттуда, туда, оттуда, туда. И всё. И выпекайте. Хочу пожелать вам удачи. Если понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, дизлайки. Заходите ещё. Делитесь видео. Я вас буду ждать. А пока... Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok